Прошлое лето я бегал по утру, занимался спортом, и именно в этом моменте я впервые увидел эту запись, надпись. Испугался. Думал, может это сообщение именно для меня, потому что в этом районе сомневаюсь, что много американцев бывает. Бегал по утрам, занимался спортом. Но на самом деле я уважаю автора данного сообщения, потому что недавно я был в одном хорошем заведении, там были гамбургеры, такие хорошие, сочные, такие настоящие гамбургеры. И один из гамбургеров назывался Ход Обама. Ход Обама. Но я думаю, что именно этот гамбургер попадался на черный бук, это тут ни при чем. Они просто хотели выразить свое уважение 44-му президенту Соединенных Штатов Америки. Но то, что было бы попитно, это то, что в английском меню именно этот гамбургер назывался совсем по-другому. Поэтому уважаю, вот художник, который создал данного предмета современного искусства, и он это написал на английском. А если в школе немецкий учил, тут написано American Idiot, что переводится как американский идиот. Я вот бегал по утрам, увидел эту надпись, испугался, думал, может кто-то думает, что я идиот. Я переживал. Но благодарен, что автор не боялся. Он не боялся, что американец пройдет мимо и поймет, что тут написано. Он не писал это по-русски, он писал это именно для американцев. Но на самом деле, знаете, я подумал. Ну, не так важно, что думают об американцах. На самом деле, есть разные мнения в разных странах, самые такие разные. И я, наверное, с некоторыми этим мнением и согласен, некоторые не согласен. И знаете, что любопытно, что не помню, что какой-то американец мне спросил, что о нас думают там. Это, наверное, то, что волнует американцев меньше всего. Не знаю, это хорошо или плохо, но если вдруг в будущем мне спросит американец, что о нас думают там, я могу показать вот именно эту надпись. Но я подумал не о том, что думают об американцах, я думаю о слове идиот. Вот, знаете, идиот, слово очень интересный. А что это значит? На самом деле, ну, сразу, наверное, думаешь, ну, это же глупый человек. Глупый человек, идиот, это глупый человек. Но на самом деле, если так посмотреть там в этой, ну, в соцсетях, а кто такой идиот? Идиот, это, возможно, даже образованный человек. Это, возможно, очень умный человек. Это, возможно, человек, который много достиг в своей жизни. Но это человек, с кем ты не согласен, поэтому ты думаешь, вот, идиот. И я просто думаю, ну, наверное, не получится мне с этим художником поговорить. Но я так допускаю, что он не хотел сказать, что все американцы тупые. Наверное. Возможно, хотел сказать. Но, скорее всего, он хотел сказать, что он не согласен с американцами или с политиками из США. Я, знаете, я просто обнаружил для себя, что мне не надо меньше думать, что если я не согласен с человеком, что мне не надо думать, что он идиот. Возможно, я таким образом лечаю себе возможность чему-то научиться от него. Но хотя я могу быть не согласен, но все равно, если я сразу поставлю вот это слово идиот на человека, я уже ничего не могу у него научиться, ничего нового, ни это, не пойму. Поэтому я бы призвал, если считаешь, что, ну, американцы идиоты, ты, наверное, прав, хотя бы процентов на 10. Но если даже с американцем даже рубля вместо не пробил, может, стоит как бы подумать, познакомиться с каким-то американцем, искусствить их мнение обо всем. То, что касается Обама, больше половины американцев тоже с ним не согласны. И это я не говорю как неуважение к Обаме, я просто как пример, что не надо там поставить, наверное, одно слово на всех. Это тоже я понял для себя, что не надо мне это слово идиот поставить на любого человека с ко мне, я не согласен. Вот такие мысли с утра.